Письменное деление на двузначное число Перед вами алгоритм. В нем нарушен порядок. Ваша задача – восстановить алгоритм. Готовы? Проверим. Нахожу первое неполное делимое. Определяю количество цифр в частном. Подбираем пробную цифру в частном. Сравниваем остаток с делителем. Образуем второе делимое. Уверена, вы уже выучили этот алгоритм и сможете им пользоваться. Сегодня на уроке мы с вами продолжим учиться выполнять письменное деление многозначного числа на двузначное. Пришло время поработать по учебнику. Прочитайте текст на странице 61. Как выполнено деление? Разделим 282 на 40. Для этого разделю 28 на 4. Получу 7. 7 – это пробная цифра. Проверяю, подходит ли цифра 7. Умножу 47 на 7. Получу 329. Это больше, чем 282. Значит, в частном должно быть меньше, чем 7. Пробую, подходит ли цифра 6. Умножу 47 на 6. Получу 282. Частное – 6. Продолжим работу по теме урока. Выполним деление задания номер 232 на странице 61. Разделим 216 на 36. Найдем первое неполное делимое. 216. Определим количество цифр в частном. 1. Разделим 216 на 36. Для этого 21 разделим на 3. Получаем 7. 7 – это пробная цифра. Ее мы не записываем. Умножим 36 на 7. 30 умножим на 7. Получаем 210. 6 умножаем на 7. Получаем 42. 42. Сложим 210 и 42. Получаем 252. 252 больше, чем 216. 7 не подходит. Пробуем цифру 6. Умножим 36 на 6. 30 умножим на 6. 186 умножим на 6 – 36. 180 плюс 36 – 216. Итак, частное равно 6. Второй пример вы выполните самостоятельно. Пришло время поработать над задачей номер 233 на странице 61. Прочитаем задачу. В хозяйстве заготовили для коров 17066 центнеров сена из расчета 23 центнера на корову и 10176 центнеров сена для телят по 12 центнеров на каждого теленка. Сколько всего телят в хозяйстве? Ребята, что обозначает число 17066? 17066 центнеров сена заготовили для коров. Что обозначает число 10176? 10176 центнеров сена заготовили для телят. Что же обозначают числа 23 и 12? 23 и 12 центнеров – это расход сена на одно животное. Что надо узнать в задаче? В задаче мы должны узнать, какое количество коров и телят было в хозяйстве. Ребята, как же составим краткую запись? Верно, краткую запись мы составим с помощью таблицы. Какие слова запишем в таблицу? Расход сена на одно животное, количество животных и общий расход сена. Что нужно узнать в задаче? В задаче нужно узнать количество животных. Подумаем, каким действием мы можем узнать, какое количество коров и телят было в хозяйстве. Верно. Для того, чтобы узнать количество коров и телят в хозяйстве, мы должны общий расход сена разделить на расход сена на одно животное. Ребята, решение вы выполните самостоятельно. Напоминаю, деление вы должны выполнить письменно. Переходим к следующему заданию. В задании номер 233 вы должны решить уравнение. 540 разделим на х. Получим частные чисел 380 и 19. Выполним действие в правой части. Получим 540 разделить на х равно 20. В уравнении неизвестный делитель. Вспомним правило, как найти неизвестный делитель. Для этого делимое разделим на частное. Получим 540 разделить на 2. Х равен 27. Проверим. 540 разделим на 20. И 380 разделим на 19. 540 разделить на 20. Получим 27. 380 разделим на 19. Получим 27. Сегодня на уроке мы научились использовать алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное. Решали задачи и уравнения. Для того, чтобы закрепить полученные знания, я предлагаю вам выполнить домашнее задание. На странице 61 вы выполните номер 236, которым нужно будет решить уравнение. И номере 237 вы должны будете решить примеры на порядок действий. Урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке я желаю вам взять с собой хорошее настроение и позитивный настрой. Тема нашего урока – правописание «ця-ця» в возвратных глаголах. Наша цель – развивать умение распознавать возвратные глаголы, различать возвратные глаголы в неопределенной форме, учиться на практике применять правила правописания мягкого знака в окончаниях возвратных глаголов. Повторим. Что такое возвратные глаголы? Глаголы с суффиксом «ся» называются возвратными. Возвратные глаголы в неопределенной форме отвечают на вопрос «что делать?», «что сделать?». Перед суффиксом «ся» в возвратных глаголах в неопределенной форме всегда стоит мягкий знак. Так, прочитаем пословицы. Раскройте скобки. Какое правило мы можем применить? Давайте проверим, что у нас получилось. Не бравшись за топор, избы не срубить. Не надевай хомут с хвоста, не начинай дело с конца. Не сиди, сложа руки, так не будет и скуки. Своя ноша не тянет. А для того, чтобы правильно выполнить задание, нам нужно было вспомнить правило «не» с глаголами пишется раздельно. Прочитайте пословицу. Подумаем, какой ее смысл. Учиться всегда пригодится. Учение лишним не бывает. Оно расширяет кругозор и расширяет горизонты знаний. Давайте с вами найдем возвратные глаголы. Учиться пригодится. Что вы заметили? Учиться пишется с мягким знаком, а пригодится без мягкого знака. Как это можно объяснить? Нам сегодня поможет правило правописания «ця-ця» в возвратных глаголах. Поработаем с учебником. Упражнение 216, страница 104. Прочитайте. На какой вопрос отвечает каждый глагол? В какой форме глагол оканчивается на «ця», а в какой на «ця»? Сделайте вывод, когда в возвратных глаголах пишется буква сочетания «ця», а когда «ця». Давайте попробуем сделать вывод. Когда в возвратных глаголах пишется «ця», а когда «ця». Чтобы определить, в каких случаях пишется мягкий знак, буква сочетания «ця», «ця», если глагол отвечает на вопросы «что делать», «что сделать», мягкий знак пишем. Например, «будем что делать», «учиться», глагол неопределенной формы. Если же глагол отвечает на вопрос «что делает», «что сделает», мягкий знак не пишется. Например, «он что делает», «учится», глагол стоит в форме третьего лица, единственное числа. Повторим с вами правило из учебника страница 104. Если возвратный глагол отвечает на вопросы «что делать», «что сделать», то это глагол неопределенной формы, и в нем перед суффиксом «ся» пишется мягкий знак. Если глагол отвечает на вопрос «что делает», «что сделает», или «что делают», «что сделают», то этот глагол стоит в форме третьего лица, и в нем перед суффиксом «ся» мягкий знак не пишется. Выполним с вами следующее упражнение. Упражнение 217. Прочитайте загадку. Три братца пошли на реку купаться. Двое купаются, а третий на берегу валяется. Искупались, вышли, на третьем повисли. Давайте попробуем отгадать ее. Какое слово у нас получилось? Коромысло. Произнесите выделенное букво-сочетание в глаголах и в имени существительном. Одинаково ли они произносятся и пишутся? Братца, купаться, купаются, валяются. Обратите внимание, слово «братца» является именем существительным. Остальные слова – глаголы. Какие возвратные глаголы встретились в этом упражнении? Купаться, купаются, валяются. В имени существительном написание и произношение совпадает, а в глаголах – нет. Запомни, в конце глагола никогда не пишется «ца». Сравните. Девица – имя существительное, образовано от слова «девушка». Девица – глагол, образовано от слова «удивляться». Какой можно сделать вывод? Правоописание «ця-ця» в глаголах является орфограммой. Рассмотрим упражнение 218. Образуйте от глаголов неопределенной формы форму второго и третьего лица, единственного числа, настоящего или будущего времени. Прочитаем глаголы в неопределенной форме. Давайте вспомним показатель неопределенной формы. Суффикс «ть». Что делать? Здороваться, прощаться, извиниться. Поэтому в возвратных глаголах неопределенной формы перед «ся» пишется мягкий знак. Найдем показатель глагола второго лица, единственного числа. Ты что делаешь? Здороваешься, прощаешься, извиняешься. Поэтому в возвратных глаголах второго лица, единственного числа перед «ся» пишется мягкий знак. Найдем показатель третьего лица. Он что делает? Здоровается, прощается, извиняется. Поэтому в возвратных глаголах третьего лица, единственного числа перед «ся» мягкий знак не пишется. Приступим к выполнению домашнего задания. Упражнение 219. Что необходимо сделать? Для каких глаголов вы выберете «т», а для каких – буква сочетания «т». Объясните свой ответ. Спешите, вставляя пропущенные буквы. Чтобы правильно выполнить наше упражнение, необходимо вспомнить, какую тему мы с вами изучали и применить правила. Если возвратный глагол отвечает на вопросы «что делать», «что сделать», то это глагол неопределенной формы и в нем перед суффиксом «ся» пишется мягкий знак «ся». Если глагол отвечает на вопрос «что делает», «что сделает» или «что делают», «что сделают», то это глагол стоит в форме третьего лица и в нем перед суффиксом «ся» мягкий знак не пишется «ся». Спасибо за работу. До свидания. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы начинаем изучать новый раздел, который называется «Страна фантазии». В этом разделе мы с вами познакомимся с произведениями писателей-фантастов, научимся определять особенности фантастического жанра, будем учиться самостоятельно придумывать фантастические истории. Ну а начнем мы урок со стихотворения Агнии Львовны Барто, которое называется «Фантазия». Я небесный верхолаз, я по небу лазаю, а потом оттуда раз, опускаюсь на землю. Ты не веришь? Ну и что ж, все равно это не ложь, а моя фантазия. Вот такое необычное стихотворение Агнии Львовны. А вспомните, пожалуйста, что значит фантазия, как вы понимаете вообще это слово. Давайте обратимся для этого к словарю Ожегова. Фантазия означает способность к творческому воображению. Это нечто надуманное, неправдоподобное, несбыточное, то есть причуда какая-то. А что же такое фантастика? Это искусство воображать. Термин для обозначения литературных произведений, изображающих невероятное, как действительно, и действительное, как невероятное. А кто же такой фантазер? Фантазер – это человек, который любит фантазировать, мечтатель, выдумщик. Сегодня мы познакомимся с жанром научная фантастика, с писателем-фантастом Евгением Вилтистовым и его повестью «Чемодан с четырьмя ручками». Тема нашего урока – Евгений Вилтистов «Приключения электроника. Чемодан с четырьмя ручками». Но начнем с биографии. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Это Евгений Вилтистов. Родился он в Москве 21 июля в 1934 году в семье военного инженера. Очень любил чтение книг. Когда его однажды спросили, кем ты станешь будущим, он ответил – продавцом детских книжек, чтобы прочитать все. Потом он передумал, стал журналистом. Работал редактором популярном журнале «Огонек». Евгений Вилтистов был очень худым и поэтому казался высоким. В многоэтажном доме редакция занимала три этажа. И когда в праздничные дни вывешивали веселую стенгазету, Вилтистова изображали примерно так. Голова на третьем этаже, туловище на втором, а бегущие ноги на первом. Умер Евгений Вилтистов в 1989 году. Наиболее известные произведения писателя вошли в цикл повестей, объединенных одним героем, которого он назвал электроником. Электроник – это робот, внешний вид которого был скопирован с реального мальчика, московского школьника Сергея Сыроежкина. Первая книга цикла «Электроник. Мальчик из чемодана» впервые увидела свет в публикации издательства «Детская литература» в 1964 году. По мотивам повести «Электроник» «Мальчик из чемодана» и «Ресси. Неуловимый друг» был снят телевизионный художественный фильм, который назывался «Приключения электроника». А сегодня мы познакомимся лишь с отрывком этой книги «Приключения электроника» с его первой главой, которая называется «Чемодан с четырьмя ручками». Ребята, в этом тексте будет вам встречаться очень много сложных слов, таких необычных, поэтому давайте разберём их сразу, перед тем, как начнём чтение. Конгресс – это собрание учёных. Кибернетика – наука об автоматических системах управления. Одно из направлений кибернетики – это создание роботов. Кибернетики – это учёные, которые изучают, конструируют электронные, вычислительные и другие машины. Футляр – вместилище для хранения чего-либо. Контрабас – это самый большой по размеру струнный музыкальный инструмент, похожий на скрипку и виолончель. Генератор – это устройство, предназначенное для производства какого-либо вещества. Кибернетический мальчик – это мальчик-робот. Нейлон – похожая на шёлк-синтетическая ткань. Итак, сегодня я прочитаю вам лишь краткое содержание этой повести, которая называется «Чемодан с четырьмя ручками». Однажды к гостинице подъехал автомобиль. Из машины вышел профессор Громов и смущённо улыбнулся. Чемодан оказался очень тяжёлый, с четырьмя ручками. Профессор обычно просил четырёх людей ему помочь. Надпись на нём гласила «Осторожно, приборы». По форме он был схож с футляром от контрабаса. Комната Громова была на втором этаже. Удобная мебель, рабочий стол, машина для создания ароматов. В номере царил запах соснового леса. Открыв окошко, Громов почувствовал лёгкий утренний ветерок. За окошком росли величественные дубы, берёзовая рощица, яблони, вишни, цветущая сирень. Куда ни глянь, везде что-то новое. Недалеко пролетал маленький вертолёт, воздушное такси. Отойдя от окна, Громов нагнулся, чтобы открыть чемодан. Он увидел спящего электроника. Довольно трудно было понять, что это электроник, а не обычный мальчик. На нём была синяя курточка, летние брюки и рубашка. Он посадил электроника на стул. Из-под его куртки он достал электрическую вилку и вставил в розетку. Электроник сказал, я так больше не могу, потому что, как оказалось, было большое напряжение. Электроник встал и побежал в сторону подоконника и прыгнул. На обочине было припаркованное такси. Профессор распахнул дверь, перевёл дух и приказал шофёру, что нужно как можно скорее догнать мальчика в синей куртке. Итак, ребята, это лишь краткое содержание всего лишь первой главы. Ну а если вы хотите узнать все приключения электроника, то тогда обязательно сходите в библиотеку и возьмите эту замечательную книгу. В произведении электроник написано в жанре научная фантастика. А что же такое за жанр научная фантастика? Это жанр в литературе, сюжет которого строится на развитии событий, ставших возможными в результате вымышленных научных открытий и технологий. Дома я хочу, чтобы вы по тексту из учебника нашли факты, которые будут подтверждать, что эта повесть именно научно-фантастическая. Вот такая будет у вас серьёзная работа. Вы внимательно прочитаете повесть «Чемодан с четырьмя ручками», страничка 144 и 149 нашего учебника. Ещё у вас будет творческое задание. Вы должны будете нарисовать кибернетического мальчика электроника, каким вы его себе представляете. Ну а на этом наш урок заканчивается. Я прощаюсь с вами. До новых встреч, ребята! Редактор субтитров А.Семкин